Всем привет! Сегодня у нас несколько посылочек. Одна посылочка с ebay, а другая от коллег по цеху, так сказать. Посылка по России. Сейчас посмотрим, что пришло. В принципе, посылка не тяжелая, бронить ее не должны были, но Почта России, конечно, могла все что угодно. Не знаю, где вскрывается. Коробка самодельная. И здесь у нас кузов УАЗа. Смотрите, какой он здоровый. Масштаб 1 к 8 или около того, под базу 313. Сейчас я уберу ненужное и мы его с вами примерим на какой-нибудь из шасек. Так, здесь у нас еще пакетик с фарами, с бамперами, с бампером. Заднюю бампера, я так понимаю, нет. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Возьмем какую-нибудь шасечку. По-моему, как раз таки база 313. Сейчас перепроверим. Нет, не 313. Почему-то 305 у меня получается. Странно. А, ну да, мог переделать. Ну ладно, 310, грубо говоря. Давайте посмотрим. Нет, самое то. Смотрите, как вам. Интересно? Ну, конечно, чуть-чуть приподнять. Хода подвески. Вот так где-то, наверное, будет. Вот. Вот так пока что поставим. База, в принципе, нормально все. Давайте посмотрим, что у нас тут еще. Так, ага. Ну, это передний бамперок. Где вверх, где низ, непонятно. Давайте. А, и плюс еще. Надо передвинуть. Универсальный такой бампер. Несколько креплений, чтобы можно было передвинуть без проблем. Вот так вот примерно. Ну, потом посмотрим. Что-то маловато, мне кажется. Так, далее. Так, вот все, что тут еще есть. Зеркала. Так, давайте вот это покажу. О, зеркала. Рамки на двери. Фары. Фары, наверное, великоваты немножко. Посмотрим. Фары. Габаритики. Ой, поворотнички. Так, дальше. Ручки. И накладные петелечки. И накладные петелечки. Вот он наборчик. Ручек все как положено. Пять. В принципе, довольно-таки интересная модель. Возможно, на эту шаську мы его и приладим. Так, а, и еще вот мешочек. Что у нас здесь? А, здесь у нас задняя оптика. Задняя оптика. Отпечатана получается оранжевым пластиком и докрашена красным. В принципе, очень достойный комплект. Ну, по качеству, конечно, надо немножко будет подшкурить, грунтануть. Вот. Но вид как бы имеет, схожесть на лицо. Ну, чуть-чуть посмотрим. Подшкурим. Кое-где зальем нашим клеем. Он сгладит некоторые неровности. А так, в принципе, очень даже интересненько. Так, давайте следующий посмотрим. Следующая посылка у нас была заказана с ebay. В принципе, особой нужды в этой посылке не было, но есть одно но. Смотрите. Раз. Два. Три. Три комплекта колес. Один не мне, два мне. Почему не было нужды? Не было нужды в них. И почему я их все-таки заказал? цена на данный комплект слушайтесь. Цена на данный комплект сто семьдесят рублей. рублей. Сто семьдесят рублей за сто пятнадцатые колесики. Не знаю, куда они пойдут. Они, получается, с нулевым вылетом, чтобы углубить очень сильно вовнутрь. Резина, конечно, непонятно, что будет так просто набор каких-то символов. Паралончик есть. Колес не клееные. Поэтому и заказал. Заказал два комплекта. Не знаю, потому что мало ли может быть сделаю суперстильного гелика. А туда надо шесть колес. Поэтому и заказал два комплекта. Не знаю, будет видно. Они сделаны под четырнадцатый или семнадцатый хекс. Грубо говоря, это на какой-то багги или траги восьмого масштаба. Так что посмотрим, на что они годятся и куда мы их сможем приладить. За этим проектом следите, если вам интересно. Ссылки на производителя будут в описании я добавлю. Если в описании не скинул, значит спрашивайте, я вам все напишу. Также у них есть они работают над такого же масштаба Нивой трехдверный и над УАЗиком тентованным под шаська ВПЛ. Получается, не знаю, какой там масштаб, если шаська ВПЛ шестнадцатого, вот. Но мне кажется, он получается где-то наверное четырнадцатого, не знаю, получится, если так по размерам мерить. А может быть даже и ближе к десятке, но не столь важно. Тентованный УАЗик они делают. Ну и будем смотреть, может быть что-то придумают новенькое. Также печатают на заказ, можете любой файл скинуть, они вам распечатают. Ну все, спасибо за просмотр, пока.